Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали такие слова «Кто не со мною, тот против меня, и кто расточает, а не собирает, тот тоже против меня». Вот такие слова, над которыми следует подумать. Да, действительно, многие люди открыто и сознательно выступают против Господа, против Бога. И это было на протяжении всей истории. История Церкви – это, в первую очередь, история гонения на Церковь и на Христа. Вот было множество людей, которые были против Бога, которые были против Христа. И настолько радикально отвергали эту истину. Что распространяли свое нетерпимое отношение к Богу, к последователям, к тем, кто верил в Бога, кто верил во Христа. И хорошо известно, сколь жестоким был в этом отношении не только век и века первого тысячелетия, но сколь жестоким был век двадцатый для нашей Церкви. Каким огромным количеством мучеников увенчалась наша Церковь и прославилась. Тех людей, которые не отступили от своей веры, которые были верны Господу даже до смерти. «Кто не со мною, тот против меня» – слова Божии. Это совсем не значит, что те, кто не верит в Бога, все непременно борются с Господом. Совсем не так. Но это означает, что если человек не со Христом, не с Богом, он не может жить по Божьему закону. Он его не знает. Он с легкостью его нарушает. Правда, для того, чтобы дать шанс людям спастись, Господь вложил в нашу природу удивительный инструмент, который помогает нам самим определить, что есть хорошо и что плохо. Это совесть человеческая. Нет ничего подобного в животном мире. Совесть – это то, что отличает человека под обладающего вечной душой. Совесть помогает. Но ведь не всегда. Если постоянно идти против совести, то в конце концов привыкаешь, заглушаешь голос совести. Либо убеждениями своими, говоря, что все это предрассудки. Либо просто отмахиванием руки, да все это ничего не значит для меня. Либо убеждениями. Какая глупость, что это такое за голос совести. Мы ведь люди просвещенные. Мы должны руководствоваться разумом, а некими там внутренними чувствами. И особенно некими достаточно расплывчатыми ощущениями, которые лишь только толкают нас к тому, чтобы мы осознали неправильность своих действий, но ведь не управляют нашим поведением. Вот этот голос божественный, голос совести, он действительно звучит в сердце тех людей, которые желают того, чтобы он звучал. Которые не борются с голосом совести. И вот среди людей, даже иногда недостаточно воцерковленных, но сохраняющих веру в Бога, совесть продолжает быть единственной силой, удерживающей человека вот в этой орбите божественного притяжения. Нужно сказать и о том, что на протяжении всей истории нашей, да и на протяжении всей истории рода человеческого, ведь дьявол боролся с Господом, и полем битвы, по слову Федора Михайловича Достоевского, были сердца человеческие. И ведь эта битва не закончилась, она закончится только тогда, когда будет второе пришествие Господа и Спасителя. А поэтому, что все это означает? Означает, что и сегодня наши сердца являются полем битвы. Мы иногда, увлекаясь внешними обстоятельствами своей жизни, соображениями, связанными с нашей профессиональной деятельностью, с привычным для нас досугом, с многими другими увлечениями, как-то вот свою совесть не очень воспитываем и не очень к ней прислушиваемся. И если человек ослабляет голос совести, то он подвергается огромной опасности. Для того, чтобы этого не произошло, нужно всенепременно хранить веру в сердце. Потому что верующий человек не может забыть о своей совести. Ему о совести напоминает Слово Божие, божественные заповеди, посещение храма. Он понимает, что нельзя жить против Божьего закона. А ведь именно Божий закон запечатлен в нашей совести. И когда мы говорим о том, что опасно быть неверующим человеком, страшно быть неверующим человеком, люди неверующие нас не понимают. А чего страшного? Живу нормально, зарабатываю хорошо, семья, дети даже, благополучие полное. Чего страшного? А страшно то, что нету сигнальной системы. Нету сигнала тревоги. Если на корабле, который терпит бедствие, допустим, отсутствует сигнал тревоги, люди не понимают, что с ними происходит, и погибают. Вот так же на нашем жизненном корабле совесть – это сигнал тревоги. Если она начинает тебя угнетать, если она дает понять тебе, что твои мысли или твои поступки, но вот неправильные, ни в коем случае нельзя отмахиваться от этого внутреннего голоса. А вот что же Церковь нам дает, что Слово Божие нам дает, что дают нам назидание святых отцов, они помогают нам умственно, рационально погрузиться в такой мир, в котором всенепременно человек будет заботиться о своем духовном состоянии, а значит и прислушиваться к голосу своей совести. Ведь, собственно говоря, обители такие, как эта святая великая обитель и многие другие, ведь создавались для того, чтобы люди уходили из мира, чтобы не было никаких отвлекающих факторов, чтобы человек мог сосредоточиться на своей духовной жизни, чтобы он мог заботиться о состоянии своей совести, и, исполняя предписания церковные, воспитывать себя в такой системе духовных ценностей, которые поддерживают в должном состоянии и человеческую совесть. Когда находишься в такой обители, как эта святая обитель, невольно вспоминаешь великие подвиги тех, кто создавал сию святую обители, многие другие обители, людей, которые уходили из мира, которые подвергали себя физическим опасностям, ведь не было недостаточного уровня защиты человеческой жизни, какая уж там защита, когда жили один на один с природой, где были и дикие звери, да что греха таить, и лютые люди всегда были, и могли прийти, обидеть и убить. И вот жили в уединении монахи, ничего не боясь. Но скажите, пожалуйста, зачем они сюда приходили? Ну что им здесь нужно было? Ведь там в миру было тепло, светло, уютно, благополучно. И отказывались, и сегодня отказываются от всего того благополучия и человеческого уюта и тепла для того, чтобы быть ближе к Богу, чтобы погрузить себя в такую духовную атмосферу, которая обостряет нашу совесть, наше религиозное чувство, которое помогает нам, живя по совести и по божественным заповедям, приблизиться к Господу и обрести спасение. Вот для этого нам и нужны обители святые. Но какая же огромная ответственность на тех, кто живет в обителях? Ведь это же тоже люди, не небожители, из плоти, из крови. И существует такое понятие, как привыкание. Хирург привыкает резать людей, совсем не страшится. Другой человек привыкает к тому, что он верхолаз и забирается, Бог знает, на какую высоту не боится. Вот так же и монахи, забираясь на высоту и стремясь приблизиться к Господу, тоже могут потерять страх Божий. Поэтому самого по себе пребывания в монастыре и облачение в монашеские одежды не гарантирует спасение. И это хорошо знает каждый монашествующий. Потому мы и называем монашеский путь путем духовного подвига. Подвиг, подвижник, это тот, который двигается, который не стоит на месте, который ставит перед собой какие-то задачи и решает их, и в первую очередь в своем движении стремится идти навстречу к Богу, преодолевая тяготение плоти своей, физического мира и прочего, что воздействует на каждого человека. И нередко, как сейчас говорят, программируют его поведение совсем не в соответствии с Божьими законами. Вот монах – это тот, который бросает вызов всей той реальности, отказывается от притяжения мира и живет так, чтобы быть ближе к Господу. Мы верим, что монашеский подвиг – это тот подвиг, который, несомненно, помогает монашествующему спастись, но который оказывает благотворное влияние и на тех, кто приезжает в монастырь и приходит в монастырь, и как паломники. Но еще и еще раз хочу сказать, обращаясь к монашествующим, не засыпайте духовно, не дремлите, потому что с вас особый спрос. Во-первых, пред Господом мы, монашествующие, будем отвечать так, как ни один мирянин не будет отвечать. Вот так же и люди, которые с монашествующими связывают некий духовный идеал, увидев отступление от этого идеала, могут соблазниться. И тогда сам монашествующий становится предметом такого соблазна. но знаем по слову Божью, что происходит с человеком, через которого приходит соблазн в мир. Поэтому, конечно, сами по себе монашеские одежды не спасают, пребывание в монастыре не спасает, но, напротив, все выше и выше поднимают планку Божьего требования каждому, кто вступил на этот путь. Поэтому, обращаясь с этими словами к братьям, хочу еще и еще раз сказать, вы приняли действительно на свои рамена великий подвиг, непростую жизнь. Вы вошли в эту обитель, желая спасти душу свою. Но помните также, что от того, как вы будете проходить монашеское послушание, зависит доверие к вам, а через это и путь к спасению очень многих и многих мирян, к которым нужно относиться с любовью, к которым нужно помогать на путях их духовной жизни. А это значит быть терпеливыми, выслушивая исповеди. Иногда, что греха таить, чего только не говорят в этих исповедях. Думаешь, скорее бы заканчивала или заканчивала. Мочи нету больше слушать. А слушать надо. И нужно быть с этим человеком, который, раскрывая свою душу, в том числе и на вас возлагает тяжелые бремена. Но, наверное, так все это и происходит, потому что иначе бы и не приезжали люди в монастыри и не переживали здесь бы особые минуты духовного подъема и утешения. Обращаясь к вам, мои дорогие братья, от всего сердца желаю вам помощи Божьей в несении вашего монашеского подвига. Благодарю владыку Игумена за труды, которые он несет по организации монастырской жизни. Действительно, сегодня Валаамская обитель это одна из самых хорошо организованных обителей нашей Церкви. И мое сердце особенно радуется, потому что, будучи жителем города Петербурга, я всегда чувствовал особую связь с этой обителью. Еще, может быть, и потому, что первый мой приход в эту обитель был в тяжелые годы гонений, когда все здесь было поругано, осквернено, когда здесь жили люди, находившиеся в тяжелом физическом и психическом состоянии, когда даже самый малый намек на то, что посещающие Валаам являются людьми верующими, вызывал негодование, действительно, гнев у некоторых здесь проживавших людей. Все это было, но ведь все это ушло. Оказалось, что никогда не уйдет, а ушло во мгновение ока. И сегодня мы в этом великолепном храме, прекрасно отреставрированном с большой братьей вместе молились Господу, сопровождая молитвы замечательным пением. Разве это не знак присутствия Бога в нашей истории, в нашей жизни? Вот да поможет всем нам Господь, в том числе и различать Божьи знаки в нашей жизни. Никогда не унывать, никогда не сомневаться в своей вере, радоваться тому, что Господь нас привел в церковную ограду, причащаться, исповедовать свои грехи, жить христианской жизнью, для того, чтобы самим быть как можно ближе к Господу, но также и для того, чтобы другие, взирая на нас, недостойных и слабых, но видя нашу инаковость, могли бы задуматься о ином жизненном пути, о том, по которому они еще не идут. Но о том пути, который только им ведет человека навстречу Богу. Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Владыку Наместника, всех вас, мои дорогие братья, ну и поздравить с праздником вас и многочисленных паломников. Пусть Господь хранит Валаамскую обитель, пусть Господь хранит каждого, кто с верой притекает в это святое место и духовно присоединяется к подвигу тех, кто несет здесь свою духовную вахту, возрастая духовно сами и стараясь передать свой опыт ближним. И вот в память вот изображение святого праведного Алексея Борсурманского священника, который отличился большим благочестием. У него замечательное житие, не буду его сейчас пересказывать, но уже по одному тому, что этот образ так прекрасно украшен, свидетельствует о большом почитании этого святого нашим народом. Я очень хотел, чтобы этот образ был всей святой обители. И молитвами святого праведного Алексея дохранит Господь сию святую обитель и всех с верой в нее притекающих. Хотел бы сердечно поблагодарить владыку Панкратия за его архипастерские труды и за игуменские труды и вручить вам в знак моей признательности эту святую панагию. А для братья обители хотел бы вот эти хорошо очень изданные красивые служебники передать. Они были изданы по случаю моего 75-летия, когда кто-то мне сказал, что бы вам подарить. Я говорю, вот подарите богослужебные книги хорошие, чтобы я потом мог ездить и дарить их по храмам и монастырям. Вот, пожалуй, первый случай, когда я такую книгу дарю здесь, в обители. Еще раз сердечно всех вас, дорогие мои, поздравляю с праздником причастников с принятием святых христовых тайн, радуюсь сослужить эту божественную литургию с братьями архипасторами, но еще и еще раз дай Бог всем нам возрастать и укрепляться в вере, в способности любить друг друга и способности сопротивляться всяким искушениям и соблазнам, которые приходят в мир, по слову Божию, чтобы оставаться верными последователями нашего Господа и Спасителя. Храни вас всех, Господь!